Друзья, экстренный выпуск. В каких случаях мы кричим «СОС»? Ребята, тогда, когда руки просто не падают, а хватаются вверх, взлетают вверх и хватаются за голову. Потому что, увидев вот такого окровавленного малыша, ребята, уверены, вы бы так же схватились за голову и не знали бы, куда бежать и за что хвататься. Я вообще не представляю, как эти дети переносят эту боль. И почему они переносят ее молча, ребят? Ведь никакой человек, даже здоровенный мужик не сможет ее терпеть, он будет орать в голос. А эти дети, они молчат. Они молчат! И только ждут от нас с вашей... от нашей помощи, ребята. Простите, я очень волнуюсь, потому что это страшно. Ну, страшно увидеть вот такого ребенка в крови с сжеванной и оторванной лапой. А ведь оно малюсенькое, ребят. Ребенок. Если перевести в человеческий эквивалент времени, да, ребят, ему же лет 5-6, не больше. По меркам, а то и меньше, ребята. По меркам наших детей. И это дитё просто смотрит в глазёнки, вытаращив, и всё. Это же страшно, ребята, это настолько страшно. Без нас он обречен на смерть. И только мы с вами можем спасти ему жизнь. И облегчить его страдания, и убрать его боль. И согреть его, и защитить. Вам решать, ребята. А я... А я кричу, ребята. Кричу во всю глотку, кричу, ребята. Я кричу, СОС, помогите! И скорее бы уже кончился этот чёртов старый высокосный год. И я очень надеюсь, что он скорее закончится. И я молю Бога, не допустить больше крови и боли. Я так хочу встретить Новый Год, чтобы не было в нём боли. Ребята, помогите нам, пожалуйста. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok